Привет, друзья! Что обычно готовят, когда нет особых идей? Ну, конечно же, универсальные блюда. Например, пельмени, купленные в ближайшем магазине, или же паста во всех ее формах. Пачка макарон стоит достаточно дешево, занимает мало места и хранится долго. И что здорово, пасту всегда можно готовить по-разному. Я приготовлю спиральки со спаржей, и для этого мне потребуется. Спиральки 400 г, зеленая спаржа 250 г, 1 лук-шалот, пучок свежей зелени, у меня зеленый лучок, но предпочтительнее петрушка, 2 столовые ложки белого вина, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец. Первым делом я чищу спаржу. Это делается вот таким образом, просто срезаю кожицу. Естественно, перед этим я ее хорошо помыл и срезал деревянные концы стеблей. Вода кипит, я ее солю и погружаю спаржу. Оставляю готовиться 10 минут. После вылавливаю, пусть немного остынет. В другой кастрюле опять-таки довожу воду до кипения, солю и погружаю отваривать мои спиральки. Готовлю до состояния аль денте, в моем случае это примерно 6 минут. Тем временем измельчаю шалот, его можно порезать не слишком мелко, чтобы в блюде он был все-таки виден. У спаржи отрезаю соцветия, они пригодятся для декора, чтобы блюдо выглядело поколоритнее. А вот стебли режу колечками. Измельчаю зелень. Спиральки готовы, сливаю воду, путь пока постоит, подождусь в свою очередь. На сковороду вливаю оливковое масло, обжариваю лук-шалот. Как подрумянится, добавляю спаржу. Немного соли, перца и вливаю белое вино. Обжариваю до тех пор, пока не останется влаги. Отлично! Теперь моя паста. Зелень. Ну и соцветия спаржи. Как следует все перемешиваю. Обжариваю 3-5 минут. Сразу сервирую тарелки. Немножко свежей зелени. И можно приправить свежемолотым перцем. Бокал белого прохладного вина. Ломтик свежего ржаного хлеба с хрустящей корочкой. И можно звать семью, друзей к столу. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео понравилось и будет вам полезно. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь с друзьями в соцсетях. Готовьте, пробуйте и пусть вам будет вкусно. Бон аппетит! Субтитры сделал DimaTorzok